Слышат словосочетания 1 сентября большинство взрослых, да и не только, ассоциируют это исключительно со школой. Однако высшие учебные заведения празднуют этот день не менее масштабно. Вот так День знаний начался в Институте физической культуры и спорта имени Герцена. В этом году здесь не просто приветствуют первокурсников, но и отмечают введение новой дисциплины в учебный процесс. Это итог нашего сотрудничества с Российским союзом боевых искусств. И связанным прежде всего мы не можем сразу сделать специализацию полную. Мы вводим курс, где ребята будут познавать основы этого вида спорта. С дальнейшим, скажем так, развитием этого направления в рамках магистратуры. То есть три года в бакалавриате они будут посягать основы педагогического образования с специализацией во все стилевом карате. Но, однако, в дальнейшем они могут полноценно эту специализацию получить в рамках магистрского образования. Уникальность данного проекта в том, что теперь любители все стилевого карате смогут одновременно и получать высшее образование, и развиваться в любимом виде спорта. Возможность получения высшего образования по все стилевому карате в РПГУ – это такой некий новый этап. Потому что, во-первых, все стилевое карате – это вид спорта, который совсем недавно получил аккредитацию Министерства спорта. Это совершенно молодой вид спорта, будем так говорить, хотя люди занимаются там уже много лет. А вот получение высшего образования – это новый этап вообще в развитии. И образование, конечно. И дальнейшая передача опыта, а тем более, что здесь будут задействованы спортсмены высших категорий, высших олимпийских чемпионов. Мы надеемся, что олимпийские чемпионы, которые могут передать уже опыт от наяву. Передача в спортзалах – это просто практика. А здесь и теория, и практика, и воспитание. Все вместе. Здесь умеют совмещать учебу и спорт. Так, например, Митрофанова Снежана не просто председатель студенческого совета, вуза и красавица. Она еще и стипендиат премии президента. Прошу вас поздравить с начала нового учебного года. Я вам хочу сказать, что если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы можете всегда обратиться к нам. Ваша новая студенческая жизнь будет разнообразна. Но все зависит от вас, от вашего желания идти вперед. Поэтому у вас все вопросы, любая учебная деятельность, какие-то мероприятия. Всегда мы можем об этом говорить, и вы будете знать об этом. Вы всегда будете в курсе событий. Не забывайте с нами общаться. Мы в любом принимаем свою команду и рады каждому из вас. Желаю вам успехов в новом учебном году. Это неудивительно, ведь педагоги этого учебного заведения показывают, каких нужно высот достигать на своем же собственном примере. Среди них мастера спорта, чемпионы мира и рекордсмены в различных видах спорта, в том числе и олимпийские чемпионы. Сейчас я больше читаю лекции и занимаюсь организационными вопросами. Но когда я больше вел практическую работу, то лишь в зале, на снарядах, то да, многие мои были любимчики, которые ни разу не знали, что такое гимнастика, но стремились и достигли за время обучения в ВУЗе второго взрослого разряда. Это очень высокий показатель, будучи не профессионалом. Приехали сюда и родственные сестилевому каратэ направления. Это родственная организация сестилевому каратэ. И, похоже, дисциплина есть в виде спорта сестилевого каратэ, хотя мы стоим отдельным видом спорта. Руководством Российского союза боевых искусств, мне предложено координировать на первом этапе деятельность по созданию специализации в селевое каратэ в Российском государственном педагогическом университете, который я сам заканчивал более 15 лет назад. И такое возвращение в альма-матор. Новые испеченные студенты в предвкушении обучения своей любимой профессии. Однако лелеют надежду, что для получения результата им не придется перетрудиться. Я собираюсь в будущем работать с детьми, потому что я, в принципе, занимаюсь довольно специфичным видом спорта. Это спортивный туризм, альпинизм. И я собираюсь водить детей в походы, открывать им что-то новое, водить их в горы. Это, я считаю, достойная деятельность. И поэтому я выбрала именно факультет, вот, институт физкультуры и спорта, потому что это ближе всего к моей деятельности. Вот, я надеюсь, что будет здесь интересно и не очень трудно учиться. Институт тесно связан с университетским спортивным клубом «Золотые пеликаны». И многие из первокурсников наверняка вступят в этот клуб. Успехи больше в социальной работе, то есть в общественных организациях каких-то мероприятий, это нам удается. Также педагогическая деятельность. Очень часто ездим по лагерям, работаем с детьми. Почему продолжим? Продолжим, потому что в перспективе мне нравится заниматься педагогической деятельностью, ну, и также организационными такими моментами. Это получается, дается, и почему бы нет, не продолжить в этой конве. Редактор субтитров А.Семкин